МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, я Ольга Белова. Я Андрей Норкин. До места встречи на НТВ. Место, где все становится ясно. Мы работаем в прямом эфире. Итак, Россия пока еще на Евро. Уже через пару часов нашу футбольную сборную ждет матч со Словакией. Но до последнего момента дальнейшее участие России в турнире было под вопросом. По официальной версии из-за поведения фанатов. Пока УЕФА ограничился штрафом в 150 тысяч евро и условной дисквалификацией российской команды. То есть, что это означает? Любая провокация на стадионе, и, насколько я понимаю, возможно, даже вне его, наша сборная вылетает с турнира окончательно. Наказание для болельщиков куда строже. 29 человек, по всей видимости, будут выдворены с территории Франции. Одному, похоже, грозит тюрьма. Давайте мы вспомним, с чего все началось. Итак, в первый раз российские и английские фанаты сошлись еще за пределами марсельского стадиона. Произошло это 11 июня в порту Марселя. Пострадали больше 30 человек. Одному англичанину досталось с металлическим прутом по голове. Сейчас он в реанимации. Вечером того же дня на стадионе, сразу после футбольного свистка, российские болельщики прогнали англичан с трибун. И именно этот эпизод стал поводом для санкций против нашей сборной. Теперь последствия. Это следующий день, 12 июня, в гостинице, где жили наши фанаты. Полиция устроила обыски. Дело на этом не закончилось. Вчера французский спецназ блокировал автобус, в котором российские болельщики ехали на игру в Лиль. Всех, кто там находился, задержали на сутки. Господа, у меня большая просьба к вам. У меня к вам большая просьба. Давайте мы с вами не будем превращать наш разговор. Поскольку тема больная, я тоже страшно на самом деле переживаю. Но вот в подобии вот этого давайте мы превращать не будем. Андрей, вы уже даже лицо руками закрываете. Здравствуйте. В общем-то, я вчера это говорил, сегодня повторю. На каждом чемпионате Европы и на каждом подобном футбольном форуме есть свой внутренний чемпионат Европы и чемпионат мира посреди, так сказать, болельщиков. Да, безусловно, фанаты и вообще болельщики, особенно при наличии достаточно приличного количества алкоголя, это категория риска и с ней надо уметь работать. Главная причина всех произошедших событий не даже от того, что русские и английские болельщики как-то друг друга не любят. Такого, в принципе, особого нет. И тут было сказано, что одни учителя, другие ученики. Только ученики уже давно выросли, конечно, уже лет 15, как выросли и уже превосходят на три головы учителей, которые действительно все это придумали. Но вопрос в другом. Даже если вы на простом элементарном футбольном матче не разделите потоки болельщиков, если вы не поставите между ними стюардов, если вы не рассадите их в разные сектора, у вас всегда будут проблемы. Мы сейчас про эти моменты поговорим отдельно. Все-таки, когда топчут флаг страны и выкрикивают оскорбления. Вот коротко, вы считаете, это просто столкновение фанатов? Нет, вздыхать так не надо. Это нормальное... Борис Борисович всегда вздыхает. А то он так вздыхает, что действительно сердце кровью обливается. Что вы так вздыхаете, Борис Борисович? Знаете, вы тут как-то все свалили совершенно разные ситуации в одну большую мутную кучу. Есть ситуация первая. То, что происходит вне стадиона. Вне стадиона. Там все, что угодно может происходить. И если действительно на моих бы глазах кто-то топтал российский флаг, я бы ответил тем же. Ну или там поехали. За то, что происходит вне стадиона, отвечает местная полиция. И что бы там ни творили болельщики, что российские, что английские, никаких санкций по отношению к нашей сборной за это быть не может. Хорошо. А стадион? Это одна история. И поэтому я считаю, что реакция там набить морду, но если вы молодой сильный мужик, если у вас топчет флаг, это нормально. Давайте к полиции чуть позже вернем. Теперь стадион. Это совсем другая история. Условная дисквалификация нашей сборной, которую я считаю чрезмерно избыточным наказанием, но она есть, связана только с тем, что было на стадионе. А что было на стадионе? А давайте мы посмотрим, что сказал нам Слуцкий. А было следующее. Нет, просто мы сейчас как-то отходим от фактов. Стали выгонять англичан с трибуны. А почему стали выгонять? Теперь следующий вопрос. Это имеет две составляющие ситуации на стадионе. Первое. Абсолютно согласен со специалистом. Это недоработка тех, кто обеспечивал безопасность на стадионе. Я сам постоянно хожу на футбол. Ну, живу рядом с химками, постоянно болею. Знаете, там матч Терек-ССК, это серьезное испытание, да? Человек понимает, о чем я говорю. И там четко, там огромная сетка между фанатскими секторами, скажем, где сидит Кавказ и сидят местные решетки. Там пройти нельзя. Это недоработка тех. А второе, я хочу сказать следующее. Обращаюсь к нашим мужикам горящим. За стадионом топчут флаг, бейте морду. На стадионе не подставляйте нашу сборную. По поводу того, что происходило на стадионе, давайте мы сейчас послушаем, что сказал главный тренер российской сборной Леонид Слуцкий. Во время исполнения национального гимна сборной России идет свист всех болельщиков сборной Англии. То есть мы тоже считаем, что это грубейшее нарушение всех этических и любых других норм. И те жесты, когда мы ехали на стадион, который нам показывали английские болельщики. Поэтому давайте будем говорить о том, что болельщики во всем мире, они плюс-минус одинаковые. То есть есть люди, которые приходят для того, чтобы поболеть за свою команду и поддержать, а есть для того, чтобы унизить противоположную сторону. Давайте мы прямо сейчас посмотрим вот этот фрагмент видеозаписи. Как раз то, о чем говорил Леонид Слуцкий. Покажите нам, пожалуйста, начало матча Англии-России. Нет, это мы уже слышали, да. Вот то, про что он рассказывал. Когда момент исполнения гимнов. Ну какая-то у нас накладка техническая. Как будет эта возможность, обязательно тогда нас предупредите. Ну вот на такое поведение болельщиков противоположной стороны. Как должны реагировать болельщики нашей команды? Я согласен с Борисом Борисовичем. Борис Борисович, он отчасти сказал все верно, только здесь есть небольшой нюанс. Болельщики сборной России атаковали английских болельщиков после финального свистка. То есть матч официально был закончен. И это тоже немаловажный момент. И самое главное, конечно, это о чем уже говорили, это разделение потоков зрителей. То, что сделали организаторы матча, допустив фактическое смешение и никак не оградив территорию, скажем так, болельщиков разных команд, оно привело к этому. Потому что, когда бушуют эмоции, когда идут оскорбления, оскорбления, тем более систематически, начиная с начала матча, с исполнения гимна, в течение матча, неоднократно болельщики английские свистели, и откликивая различные оскорблительные лозунги в отношении российских болельщиков. Многие английский язык понимают, это все интернационально. И, естественно, хамство нужно пресекать. Болельщики это сделали. Мы сейчас сообщили, что министр спорта России Виталий Мутко только что общался с журналистами, он сказал, что продолжаются вот прямо в эти минуты провокации. Он, к сожалению, не может исключать... Андрей, это заранее запланированные провокации.